все говорили, что снять это невозможно ну мы и сами так думали а потом взяли и попробовали не получилось, попробовали еще сделали 4 попытки, но получилось только однажды представляем вам самый секретный дворец в России дворец Путина под Геленджиком вот он прямо перед вами это самый большой частный жилой дом в России его официально подтвержденная площадь по документам 17,5 тысяч квадратных метров его даже особо не с чем сравнивать самые роскошные дома на Рублевке в несколько раз меньше это новый Версаль или новый зимний дворец по-настоящему царское место любуемся на него снаружи пока только снаружи давайте подлетим достаточно близко чтобы увидеть все в деталях что это происходит какой-то синий брезент окна законопачены, бассейн закрыт стройматериалы лежат на земле снуют еле заметные на фоне дворца рабочие что же происходит почему здесь стройка ведь на спутниковых снимках шестилетней давности было видно что дворец полностью готов нам объяснили строители все действительно было готово уже давно но потом случилась катастрофа имя ей плесень и разгильдяйство дворец был спроектирован с ошибками не работала вентиляция, тек потолок и высокая влажность в общем решили переделать все вообще все ободрали стены ободрали мрамор вынесли все ценное буквально выкинули на помойку миллиарды и начали делать заново но что для путина траты и головная боль для нас шанс узнать больше про его дворец ведь в реконструкции вовлечена куча народу и они с удовольствием нам рассказали буквально про каждый метр этого грандиозного объекта вот например дендрарий там собраны редкие и уникальные деревья а для тех растений которым некомфортно в таком климате на открытом воздухе построена оранжерея площадью 2500 квадратных метров за этими деревьями и вообще растениями на территории постоянно следят в общей сложности около 40 садовников летим дальше видим стену и зелени и внутри нее скульптуры жаль нельзя разглядеть кто там может быть памятник покровителю ельцину может быть лёше миллеру с конвертом может быть бюст богини воровства или скульптурная композиция эти женщины дальше очень важный объект церковь не храм минобороны конечно но и вообще не очень православно выглядит куча каких-то строительных вагончиков там очевидно живут рабочие видим гигантский 80-метровый мост в любом российском регионе открытие такого было бы целым событием а здесь он просто нужен для прохода к чайному домику справа видим две вертолетные площадки странно раньше то их было три одну убрали и насыпали вместо нее гору только вот какую-то очень странную гору с въездами внутрь мы долго пытались понять что там внутри и в какой-то момент на спутниковых снимках увидели внутренности этой горы прямоугольник со скругленными углами размером 56 на 26 метров да это же хоккейная коробка действительно ну зачем нужен дворец в котором нельзя играть в хоккей интересно подземный хоккейный комплекс мы видим впервые узнается бункерный стиль хозяина он явно любит сидеть под землей наверное воображает себя гномом охраняющим золото из фильма властелин колец подрядчики подтвердили нам что да под землю зарыли ледовый дворец который вообще-то высотой с пятиэтажный дом немного шокированный летим дальше к той части дворца которая отвечает за его жизнедеятельность видим 200 метровое здание с вышкой и кондиционерами оно не подписано в документах но к нему подведен нефтепродуктопровод а от него идут сети теплоснабжения значит это такая котельная огромная мачта дальше отвечает за связь там находятся как базовые станции сотовых операторов так и антенны правительственной связи вдалеке собственная автозаправочная станция видим несколько бытовых зданий и гаражный комплекс справа общежитие для персонала и там живет персонал не самых высших категорий охранники и строители выхтовики а рядом с ним мозг всего комплекса здание штаба основные управляющие работают именно в этом здании давайте немного развернемся и просто полюбуемся на вид который отсюда открывается очень красиво раньше это видел только путин с вертолета а теперь можете и вы отлетим в дальнюю часть дворца чтобы посмотреть еще на пару объектов вот грандиозный забор через такой ни один вор снаружи не пролезет справа то самое здание ради которого построили 80-метровый мост это гостевой дом он же чайный домик площадью 2500 квадратных метров а вот многострадальный амфитеатр этот простой объект строится и перестраивается просто непрерывно годами хозяин дворца явно не доволен тем что получается может быть место должно больше подходить для гладиаторских боев между сеченом и чемизом может быть виолончелист ралдугин критикует акустику нам остается только гадать но рабочие копошатся там постоянно отлетаем еще так а как на пляж то сходить плавки надел ласты взял а спуститься как гаража а вот тут есть специальный вход в тоннель который строили те же люди что строит метро это уникальная конструкция которая позволяет не только удобно попасть на море но и укрыться в случае войны или нападения со стороны жителей геленджика и у этого тоннеля есть небольшой секретик который раскрыл нам один из строителей дворца вот тут видите какая-то дверца что ли посмотрите на эту фотографию тут видно чуть лучше а вот это место на схеме тоннеля это друзья мои дегустационная комната специально замаскированная под гору на самом деле это огромное окно из которого открывается лучший из возможных видов на море здесь можно наслаждаться бокалом вина и что самое главное для нашего национального лидера это не какой-то балкон где ты постоянно в опасности а очень безопасное подземное место где тебе ничего не угрожает посмотрите вот здесь есть цокольный этаж здесь огромный бассейн спа зона массажный кабинет косметологический кабинет какая-то спа капсула сауны хамамы купели и чаши для купания из бассейна можно попасть на улицу в место которое обозначено на плане как аквадискотека это для персонала врачей управляющих поваров гардеробные для официантов мясорыбный цех овощной цех цех выпечки цех обработки яиц и вот это хорошо склад грязи 18 квадратных метров коктейль холл из которого можно попасть либо в домашний кинотеатр либо в дегустационную комнату и винный погреб замечательно а вот на первом этаже тренажерный зал с татами рядом куча интересных помещений типа читальни или музыкальной гостиной вот фотография явно из столовой здесь хорошо видно столы и стулья и серванты с вензелями мы без труда находим это помещение на плане это малый обеденный зал вглядываемся в указанное в плане название мебели тут написано 4 отена это как и все остальные поставщики мебели во дворец супер эксклюзивный итальянский мебельный дом продающий штучные товары строго под заказ на гугле такой гарнитур невозможно на свой сайт выложили фотографии дворца путина изнутри и видеоролик где написано что их клиенты заслуживают самых экстраординарных интерьеров а потом видимо этих клиентов и показывают эти фабрики реально делают супер эксклюзивную мебель в настолько маленьком количестве что они десятилетиями помнят всех своих покупателей цены соответствующие вот пара реальных предметов мебели из путинских интерьеров такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей или туалетный столик тоже за 2 миллиона в коридорах стоят диваны подешевле видимо для гостей вот например за полтора миллиона рублей или есть еще классный стол со встроенным баром за 4 миллиона коррупционных рублей в общем удостоверившись что архитектурные планы наши абсолютно точны и достоверны мы заказали 3d визуализацию и воссоздали все интерьеры там где есть фото реконструкция на 100% соответствует оригиналу но где нет фото могут отличаться незначительные детали вроде цветовой гаммы или рисунка на обоях заходим в дворец с главного входа владимир путин мнит себя русским императором и ведет себя соответствующе итальянский архитектор построил ему дворец в итальянском стиле классическая палаццо внутренний двор с фонтаном в центре окружен галереями как будто мы не под геленджиком а в болонье или флоренции из двора идем в читальню так называется эта комната здесь мы убедимся насколько наша реконструкция похожа на оригинал фотографии этой комнаты доступны в интернете и мы сверяем вот смотрите колонны лепнина люстры фрески полностью на 100% совпадают а вот золотые орлы их не может быть слишком много владимир путин читающий в этой комнате комсомольскую правду должен помнить он хозяин россии а вот здесь была сделана одна из самых известных фотографий внутри дворца беззаботный рабочий прилег на диванчик на котором позже будет возлежать августейшее тело ему стоит быть поосторожней диванчик этот стоит дороже чем его квартира покидаем читальню нам еще много где надо побывать на втором этаже балконы с диванами здесь проявляется верность владимира путина традициям помните в царской россии помещики строили себе крепостные театры так вот и у нашего президента есть такой о его тяге костюмированным вечеринкам и переодеваниям рассказала певица ветлицкая еще в 2011 году вместе с другими артистами ее пригласили на закрытое выступление в резиденцию путина на валдае и каково же было ее удивление когда выступать пришлось перед путиным и пятью его гостями одетыми во фраке и костюмы екатерининских времен рассчитывались тогда с выступающими званиями народных артистов дорогими часами бриллиантами и самым ценным иконой с личным автографом президента а что написал на иконе путин с уважением владимир путин пока простые россияне устраиваются поудобнее чтобы насладиться капитал шоу поле чудес в театре черноморского дворца гаснет свет открывается занавес и национальный лидер придается более изысканным удовольствием к вопросу об изысканных удовольствиях знаете чем увлекается наш президент никогда не поверите но он обожает кальян идем туда что на плане дома обозначено как кальянная и правда выглядит это как лучшее самая дорогая кальянная города махачкалы диванчики столики приглушенный свет идеальная атмосфера чтобы обсудить вопросы бюджета лежа среди мягких подушек президентов и гости могут насладиться и шоу этот зал тоже оборудован небольшой сценой и удивительное дело на сцене есть специальное возвышение с шестом мы даже себе представить не можем зачем нужен шест на сцене может быть для новогодней елки может быть для гигантской шаурмы а может быть для выступления в поддержку конституции если так называемая кальянная вас удивила то дальше вам понравится еще больше сергей колесников в своем письме медведеву рассказал что внутри дворца есть казино но тогда на эти слова никто не обратил внимание но потому что невозможно было себе представить чтобы президент россии в своем личном доме построил казино наверное преувеличил или приукрасил но нет огромное личное казино действительно существует в проекте было предусмотрено казино но это казино не извините меня не для так сказать приглашения людей с улицы ну просто для проведения времени мы с вами заходим в личное казино владимира путина во всей остальной стране они запрещены но здесь то можно все два карточных стола и конечно же рулетка любопытно только на что они играют просто на деньги им точно не интересно скорее всего на госкомпании так что теперь не удивляйтесь что все национальные богатства страны принадлежат путинским друзьям вполне вероятно он их просто проиграл из казино через бильярдную мы попадаем в игровой зал первое что нас впечатляет оказывается наш президент не чужд и простых развлечений он любит потанцевать здесь установлен танцевальный автомат с огромным экраном остальная часть комнаты заполнена игровыми автоматами для настоящего патриота свой собственный черноморский лас-вегас это помещение называется залом развлекательных игр где однорукие бандиты стоят рядом с золоченными креслами по 700 тысяч рублей за штучку а вот тут наверное самая любимая комната президента россии то место где путин всех переигрывает но тут нет ни глобусов ни карт военных действий зато есть игрушечные гоночные машинки для его маленьких электрических друзей отведено специальное помещение размером с однокомнатную квартиру здесь на специальном треке главный геополитический стратег современности совершает удивительные трюки обгоняет соперников на повороте и неизменно становится победителем большой гонки немного смущаясь но все таки отправляемся на второй этаж в святая святых спальню верховного главнокомандующего президента россии владимира владимировича путина впрочем слово покое было бы более уместно здесь все по лучшим аристократическим правилам не как у вас открыл дверь и видишь кровать сначала первая гостиная диваны кресла здесь отдыхают перед отдыхом видимо и только отсюда можно попасть в будуар проникаем туда на цепочку императрицы повидал немало на своем веку шальная императрица ну или в нашем случае шальной император это именно те слова которые приходят в голову когда видишь это золото бархат балдахины но при этом обязательный телевизор напротив чтобы не пропустить важные новости на первом канале именно тут в путинской спальне около этого комода была сделана вот эта фотография не одни мы такие неделикатные из монаршей опочивальни можно попасть в еще одну уже совсем приватную гостиную здесь наверное даже сечин не бывал и еще одна дверь за ней гардероб и уже через него можно попасть в ванную комнату где вокруг джакузи стоят мраморные колонны не знаю сколько вам квадратных метров нужно для сна но в геленджикском дворце под хозяйскую спальню отвели 260 и вроде настал момент когда пора сказать мы показали вам дворец путина на его спальню казино аквадискотеку и игрушечной машинке подписывайтесь на наш канал и распространяйте но штука в том что на самом деле его владение на черном море не ограничивается лишь этим дворцовым комплексом путинский дворец это гораздо больше чем то что мы видели и представляем на самом деле на самом деле вот здесь в поселке девноморское находится 186 гектаров земли мы видим только 32 которые используются под виноградники но какие красивые фирма лазурная ягода получила их в собственность в десятом году а еще 150 гектаров вокруг находится у нее в аренде это достаточно известная винодельная у них есть сайт вы можете увидеть ровно эти пейзажи только красиво отснятые для рекламных брошюр здесь есть и фотография самой винодельни небольшого заводика но очень симпатичного вот он как раз у нас перед глазами его площадь 5200 квадратных метров здание полностью деревянное а внутри для созревающего вина круглосуточно играет классическая музыка считается что от этого вино становится лучше здесь есть и собственно вертолетная площадка размером 60 на 60 метров ну какая винодельня может обойтись в безвертолетной площадке на участке кстати есть спецсвязь уж не знаю зачем но могу представить что это может быть очень удобно когда кому-то на другом конце спецсвязи срочно понадобится бутылочка другая вылетаем от винодельни видим забор и кпп внутри объекта это как мы уже убедились на примере путинского дворца обычная практика позволяет изолировать обслуживающий персонал винодельни от персонала дачи и уберечь секретные объекты от посторонних взглядов пролетаем над виноградниками и понимаем что да есть что прятать огромная дача или шато как она называется по документам у здания причудливая форма с большим количеством балконов и открытых площадок площадь 2400 квадратных метров рядом с по комплекс площадью 3200 квадратных метров с большой верандой тут же искусственный пруд на пруду небольшие домики для птиц зачем путину еще одна дача в десяти километрах от огромного дворца один из разработчиков проекта описал нам его так сидишь с бокалом красного вина и любуешься видами на море в закате солнца видимо в соседней парсковеевке где в скале специально вырубили дегустационную комнату закаты какие-то другие вместе с дворцом эти виноградники в 2011 году продали пономаренко но дальше нас ждет интересный поворот всего через 4 месяца уже сам пономаренко тоже их продал и не кому-нибудь а председателю партии роста бизнес омбудсмену борису титову который следующие 6 лет формально владел этими виноградниками запустил производство вина после чего в 2018 году вернул шато и виноградники обратно путинским друзьям интересно что все то время пока титов был собственником угощал журналистов своим вином и в общем активно делал вид что это его новый проект надолго юридически это хозяйство продолжало контролироваться известными нам управляющими компаниями друга исвата путина николай шамалова татьяной кузнецовой инной колпаковой и иваном сердитовым а что титов а что титов а титов тоже получил для себя кое-какую выгоду от участия в этой операции прикрытия всего через год после того как его абрао дюрсо стала владельцем лазурной ягоды владимир путин своим указом назначил бориса титова бизнес омбудсменом даже эту должность специально для него придумали чтобы защищал бизнес путинский здесь понятно бизнес любит поплакать иногда но тем не менее конечно чтобы рассказать нашу историю дальше нам нужно внимательно изучить эту бутылку вина она разлита на этой самой винодельне на этикетке написано эксклюзивное вино усадьба девноморская изготовлена по лучшим европейским технологиям из винограда выращенного на терруаре в районе города геленджика на каменистых склонах спускающихся к побережью черного моря в окружении реликтового соснового леса а вот изготовитель но почему-то не ооо лазурная ягода а другая фирма а о девноморье и тут мы обнаруживаем еще одну путинскую сделку на много-много миллиардов рублей вино на самом деле выпускает не лазурная ягода а именно эта фирма девноморье она арендует у ягоды производственное здание двухтысячиметровый склад и выращивает виноград и продает его под маркой усадьба девноморская бизнес небольшой около 150 тысяч бутылок в год для сравнения абрау дюрсо выпускает 39 миллионов бутылок но несмотря на это в восемнадцатом году кто-то выдал девноморье беспроцентный кредит семь с половиной миллиардов рублей на крошечную винодельню кто-то безвозмездно дал два с половиной годовых бюджета геленджика этим благодетелем а по совместительству и единственным владельцем ао девноморья был 42-летний владимир колбин ничего примечательного в биографии этого человека нет работает наемным директором геленджикского морского порта человек конечно не бедный но олигархом не выглядит вот его 330 метровый дом в геленджике в полукилометре от моря дом куплен год назад в декабре 19 согласитесь это не дворец миллиардера а вот его 200 метровый дом в ленинградской области еще скромнее откуда у него может быть семь с половиной миллиардов достались от папы владимир колбин это сын петра колбина того самого друга детства путина с которым они вместе ходили на деревенскую дискотеку который позже стал одним из кошельков президента в 2018 году колбин старший умер но очевидно что его должность держателя путинских денег досталась по наследству его сыну и еще одна интересная деталь усадьба девноморская вино из этой абсолютно неизвестной небольшой винодельни при полном отсутствии какой-то серьезной рекламы обладает совершенно особенным статусом я думаю вряд ли кто-то из вас его пробовал или даже видел это от того что вы дорогие зрители не ходите на приемы в кремль мы нашли несколько фотографий меню с последних кремлевских приемов день победы 2019 год подают салат из камчатского краба гребешок и шердане из усадьбы девноморская или день народного единства смотрим меню тот же самый набор лично путин угощает этим вином своих друзей товарищей из китая си цзиньпиня и под этот же шердане обсуждают углубленную интеграцию с лукашенко в начале виноделие было для путина просто статусной вещью такое вот шикарное хобби но желание окружающих выслужиться и неограниченное количество денег привели к неизбежному хобби вышло из-под контроля были заложены вторые виноградники которые оказались еще больше и еще дороже тех которые мы с вами только что наблюдали и в их центре мы обнаружили целый винный суперзавод новые виноградники расположены в противоположное дворца стране в 9 километрах в селе креница в 19 веке сюда приехала группа народовольцев и толстовцев с семьями и организовала здесь общину в 1886 году они заложили первые виноградники 130 лет спустя на смену толстовцам приходит вот этот господин из петербурга николай егоров который сидел с путиным за одной партой в институте его фирма аксис инвестиции в 15 году арендовала 140 гектаров земли вот тут а теперь посмотрите на эти неприятные снимки кто этот избитый до полусмерти человек может быть главарь террористической ячейки которого задержали где-то в лесах опасный бандит нет это известный краснодарский эколог андрей рудомах фотография сделана после его избиения неизвестными людьми рудомахи сломали череп нос у него химические ожоги глаз и куча других травм это произошло сразу после того когда он с коллегами ездил с экологической инспекцией в креницу экологи поехали туда чтобы выяснить кто же там незаконно вырубает лес и обнаружили там гигантскую стройку заборы шесть постов охраны и церковь византийском стиле после нападения на рудомаху журналисты новой газеты обнаружили что вот эту необычную церковь импортировали из греции и сделала это уже многократно упомянутая нами управляющая дворца и других виноградников путина жена начальника фсо войсковой части татьяна арнольдовна кузнецова журналисты даже написали запрос в аксис с требованием прокомментировать что у них там делает кузнецова и им прямо ответили что кузнецова у них технический заказчик всего проекта то есть человек который от имени владельца недвижимости заведует строительством как заведенная шарманка я могу только в третий раз повторить эти виноградники на самом деле часть владения путина дворец записали на одного человека виноградники в динаморске на второго вот эти на третьего управляют всем одни и те же люди давайте посмотрим с воздуха что скрывается за высокими заборами и что за очередная стройка века разворачивается прямо сейчас мы от черного моря летим к очередным виноградникам владимира владимировича путина в селе креница три поля перед вами это лишь небольшая их часть всего 18 гектаров правее находится в два раза больше вся земля вокруг виноградников тоже путинская 140 гектаров вон там впереди видим огромную стройку и летим посмотреть сотни рабочих здесь строят супер современный огромный винный завод часть строителей живет вот в этих сборных конструкциях часть ежедневно привозят на автобусах на проект ежегодно тратится по 3 миллиарда рублей невероятно дорогое хобби но главное за чужой счет летим дальше здание справа это одно из двух кпп его площадь 830 квадратных метров огромные ворота позвонят гонять через это здание любые грузовики чуть правее административно-бытовой корпус разворачиваемся и видим 1200 метровое здание энергоцентра именно из этого здания вся винодельня будет обеспечиваться электричеством и теплоэнергией и мы оказываемся ровно над гаражом для сельскохозяйственной техники 1150 метров чуть разворачиваемся над совсем уже облагороженной территорией и видим сам винный завод по документам его площадь 13700 квадратных метров это всего на 4000 метров меньше путинского дворца новый винный комплекс хоть он еще и не достроен уже имеет официальное название винодельческое подворье старый прованс и если на заводе в Девноморском для путинского вина круглосуточно играет классическая музыка в записи то тут достаточно места для целого симфонического оркестра на зависть лучшим тосканским винам впечатляет правда но я сейчас вас впечатлю еще больше мы нашли фирму которая занимается поставками оборудования для этой винодельни в своих таможенных декларациях они указывали что предметы которые они возят из-за границы предназначены для винного завода креница всего мы нашли 58 деклараций это капля в море закупок при строительстве завода но и они поражают до глубины души ваза из закаленного стекла конусообразной формы 30 тысяч евро или 2,6 миллиона рублей подвесная люстра с системой из декоративных листьев 2,7 миллиона тканевый диван с 20 подушками 3 с лишним миллиона рублей кофейный столик с отделкой расплавленным металлом 4,3 миллиона рублей кофейный столик по цене двушки в балашихе я самый богатый человек не только в европе но и в мире и еще несколько особенных предметов не таких дорогих но отлично показывающих мир в котором живет путин это итальянский туалетный ёршик за 700 евро или 62 тысячи рублей и держатель для туалетной бумаги за 1038 евро или 92 тысячи рублей 150 тысяч на ёршик и держатель для туалетной бумаги только в один санузел а там их понятное дело десятки и ведь это не жилой дом не дача это завод путин не будет тут жить он будет иногда заглядывать ходить между виноградниками хвалить террор и приговаривать какая благодать ну и на случай чего в туалете его будет ждать ёршик и держатель для бумаги за 150 тысяч рублей годовая пенсия среднего российского пенсионера в одной путинской уборной в которую он возможно никогда не зайдет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров в среднем на одну тысячу рублей но на этом винное хозяйство не ограничивается у компании аксис инвестиции есть близнец апекс юг и у нее мы обнаружим еще 150 гектаров виноградников в двух километрах к западному дивноморскому таким образом общая площадь путинского хобби разрослась до 530 гектар и еще пока мы не уехали далеко из креницы вот этот участок который мы видели на нашем пролете находится в аренде у компании под названием южная цитадель и это тоже часть путинской черноморской империи оборонная эта фирма занимается разведением устриц и мидий зачем они арендуют этот небольшой участок в кренице с хозпостройками мы не понимаем зато понимаем зачем они арендуют вот этот огромный морской участок и этот и этот акватория передавалась компании под обязательство разводить там устриц и мидий но ни одного моллюска судя по их годовому отчету так в продажу и не поступило зато под предлогом хозяйства можно запрещать людям подходить к дворцу по воде и только за упоминание об этом устричном хозяйстве олигарх михаил прохоров в свое время разогнал руководство принадлежащего ему издания рбк михаил прохожу и михаил прохожу в михаил прохожу в маршру акс